Всем привет! С вами интернет-магазин Дом Игры. Сегодня мы хотим вам показать настольную игру для деток от 5 лет. Называется она «Глаз Алмаз». Значит, торговая марка «Влади Тойс» это делает Украина. Играть в ней можно, в принципе, и дома, можно брать и в дорогу с собой, и на улице. Она компактная, ну и достаточно веселая. Значит, здесь есть 8 игровых полей, 96 карточек и вот такой вот есть волшебный звоночек. Вот, значит, и еще несколько вариантов игры. То есть в наборе не только. Предлагает производитель один вариант игры. Итак, открываем и смотрим, что здесь есть. О, звоночек даже уже звонит. Так, значит, как всегда, инструкция с подробным описанием. То есть производитель предлагает здесь одна игра «Глаз Алмаз» и вторая игра «Бинго». Можно, конечно же, еще добавить несколько вариантов своих. Каких именно, я покажу чуть позже, расскажу. Значит, здесь есть, я уже говорила, вот такой волшебный звоночек. Он очень детей привлекает. Ну, в принципе, звенит. Так, значит, поля здесь вот такие вот, 4 поля. На коробке было написано 8 полей, но это имеется в виду, и вот эти еще 4 добавляются. То есть 4 карточки вот этих поля, но они двухсторонние. То есть для нескольких вариантов игры. Значит, когда мы играем в первую игру, она называется «Глаз Алмаз». Раскладываем. Каждое поле имеет свою цифру. Ну, к примеру, раскладываем. Это у нас первое, второе, третье и четвертое. Вот так. Видите, у нас получилось 4 поля. Значит, в центр ставим звоночек. Нужно изначально приготовить вот такие вот карточки. Карточки из очень плотного картона. Значит, ну, выдавить нужно. Приготовить. Не в таке они будут не на планшете, а просто так. Эти карточки перемешиваем. И, к примеру, все смешали и перевернули рисунком вниз. И, к примеру, игрок открывает, входит первый. Открывает, нужно найти точно такое же изображение. На этих полях есть, к примеру, вот данный, ну, герой Нюша, да, из мультика «Смешарики», всем известный. Она может быть, к примеру, картинка, вот она, точно такая же. Может быть в другой одежде, вот как указано так. Может быть, вверх ногами стоит, ну, то есть, картинка. Вот, то есть, к примеру, кто первый нашел вот такую картинку, нужно нажать на звонок. Вот, ну, и потом все вместе проверяем. Правильно? И показывают, к примеру, я вот, вот это, да. Правильно сопоставили картинка, картинка сошлась. То есть, эту карточку игрок собирает себе. И так разыгрываются все вот эти вот карточки. Вот, значит, в конце игры подсчитываем карточки, кто сколько набрал вот таких вот карточек. Вот, кто больше набрал, соответственно, тот выиграл. Если же вы нажали на звоночек, но при этом указали неправильную картинку, значит, картинку вы себе не забираете, а она кладется обратно в прикуп. Это один из вариантов. Значит, следующий вариант – это игра «Бинго». «Бинго» или «Желото». К примеру, каждому из игроков, к примеру, играет два игрока, да. Один берет две карточки себе, второй берет две карточки себе. В центр стола опять же кладем звоночек. И опять же вот эти вот картинки переворачиваем рисунком вниз. И начинаем, к примеру, берем, как в классическом лото. Взяли картинку, да, и показывают. Кто первый увидел на своем поле картинку, такую же картинку, нужно нажать на звонок. Ну, к примеру, я у меня, ну, к примеру, я ошиблась. Я увидела, да, вот Мюша. Но она не та. Я картинку кладу обратно. К примеру, если этот игрок нажал на звоночек, у него вот она картинка. В бинко нужно выложить, значит, ряд один по диагонали, горизонталь, либо вертикаль. Из, ну, то есть, из таких вот карточек. Значит, кому первому удастся выложить один ряд, как бы тот и выиграл. Вот. Значит, еще вариант. Можно заполнить не просто одну линию, как предлагает бинко, а можно полностью все поле заполнить. Это будет, как принцип классического лото. Кто первый заполнил свои поля, как бы тот считается победителем. Ну, можно при этом использовать звонок, можно не использовать. Значит, такой еще вариант игры. Еще. Если, к примеру, маленький ребенок, ну, ребенку нету еще 5 лет, да, и вы решили поиграть в эту игру, можно не использовать все 4 поля сразу. Используйте один, одно поле, одну картинку, вот такую. Используйте этот же один звонок. Перемешайте, опять же, по принципу первого варианта игры. Открываем карточку, увидели такую же картинку, нажали на звонок. То есть, и еще можно, к примеру, вдвоем открывать все, открыть все картинки, к примеру. И кто насобирает больше, увидит больше одинаковых картинок и насобирает, как бы тот, тот тоже считается победителем. То есть, можно придумать, в принципе, уйму вариантов игры, вот, и достаточно интересных, и это очень хорошая игра, вот, на внимательность. На внимательность, вот, на быстроту, вот, на реакцию. Вот, значит, такую игру вы можете приобрести в нашем интернет-магазине Дом Игры. Спасибо за внимание, до новых встреч!